Баюшки всем, я Квас и я хотел бы представить вам новую игру на канале. Сегодня мы поговорим о Tech Wars Deathmatch, еще об одной игрушке от разработчиков Argus Games, создателей Tech Wars Online 2. Давайте немного вспомним, что же это. Это первый в мире мой изометрический меха-экшен с прямым управлением. Для победы в каждом бою здесь помимо простой реакции потребуется безупречное чувство тактики и умение использовать оружие, роботов и особенности ландшафта. Вы сможете уничтожать десятки врагов благодаря только этому. Кроме того, не забывайте, что игра стала воплощением ранее написанного романа «Воина технологий» Михаила Влада. А теперь перейдем к свежепредставленной игре Tech Wars Deathmatch. Хотя я бы не сказал, что это новая игра, скорее это выдранный Deathmatch из оригинальных Техновойн Online 2. Сделано это не просто для того, чтобы сделать, уж поверьте, ребятам и так есть чем заняться. Сделано это было для той категории игроков, которые, устав после работы, институты, школы, садика, ясель, хочет устроить конкретный разнос всему живому. А классические Deathmatch тем и славятся, что ты можешь ворваться в толпу и разметать всех по углам. Таким образом, все наработки и разработки Argus Games также вошли в новую игру. Как мне кажется, это хороший ход, который позволит угодить разным категориям игроков. Мне, как Курдюку, проще приобрести сразу Tech Wars Online 2, а там уже выбирать самому, либо захват флага, либо Deathmatch, либо что-либо другое. Пробежавшись по нескольким матчам, стало понятно, что фактически все игроки миролюбивы. Я отобрал несколько матчей, в которых победила держава, а я именно за эту фракцию играю, и вот посмотрите, что получается. Игроки одной стороны убивают сторонников другой фракции, причем так, чтобы разница между количеством фрагов была, ну скажем, 5-6 единиц. А потом бегут на вражескую сторону и ждут, пока кто-либо по дурости не сдохнет, либо просто так ждут окончания раунда. Нет, иногда Мочилова есть, и я даже приведу вам примеры, однако первый случай очень и очень частый. Предлагаю разработчикам даже назвать этот режим на сетке, кто больше просидит на вражеской базе, тут и выру. Ладно, ладно, шучу. Я знаю, что во множестве игр, в которых есть режим Deathmatch, игроки другой команды всегда сядут спокойно на базе врага, и будут ждать, когда добыча к ним сама придет. В целом, игра достойна любителей такого режима. Однако не забывайте, что игра сейчас находится в активной разработке, а это значит, что не только новый контент будет появляться в игре, но и баги. Например, в последнем раунде вы увидите, как несколько игроков провалилось под гору и сидели ждали конца раунда. Не забывайте подписываться на группу ВК разработчиков, чтобы не пропустить новости по обновлению игр. Подводя итоги, я бы сказал следующее. Вывод одного режима оригинальной игры в отдельную игру достаточно спорный вопрос. С одной стороны, за меньшие деньги вы получаете желаемый режим игры. Но вот сравните, за всю игру придется заплатить 280 рублей, а за Deathmatch 80. Экономия очень даже. Можно и кефира купить с булочкой, даже не одной. А с другой стороны, один режим игры достаточно быстро наскучит, какой бы интересной и захватывающей сама игра ни была. Захочется чего-то новенького, а в полной версии уже все это есть. И в последнем случае это будет похоже на весеннюю распродажу, когда ты можешь купить всю серию игр за 500 рублей. При этом одна из них у тебя уже есть, и получается, что ты ее купишь еще раз, только ради скидки. Как я и сказал, я бы выбрал сразу все. Не люблю я платить за счастье. Тем не менее, какое бы ваше решение не было, я рекомендую всем своим подписчикам опробовать эту замечательную игрушку. Я в нее гоняю время от времени, и сколько бы раз в нее не заходило, она становится все интереснее, краше и захватывающе. А еще скоро выйдет новый класс мехов, который сможет изменить тактику, приводящую к победе. Я надеюсь, вам понравился мой отзыв. Не забывайте оставлять комментарии, подписываться на мой канал Дискорд и ВК. Всем удачи, и пусть ваши мехи останутся надолго в строю.